привет друзья это очень важно современная церковь нуждается в реформах и нуждается в переустройстве иисус христос сказал я создам церковь мою и врата ада и и не одолеют он создатель он архитектор и проектировщик он задумал церковь в какой-то формат в церкви должен быть таким какой его из каким его иисус задумал все эти органические движения взаимоотношения устроения устройства церкви все должно быть так как иисус задумал и все это описано в новом завете но если внимательно без очков розовых и шор прочитать новый завет и сравнить образ церкви в новом завете современную церкви то мы увидим несоответствие поэтому современной церкви нужно измениться в новозаветный формат сегодня чаще всего формат церкви такой конфессиональный формат 1 спикерный формат здесь кафедра люди просто пасть более-менее пассивные слушатели и группа таких клириков группа спикеров которые учат там церковь чаще всего один его его помощники это церковь очень дорога потому что нужно снимать огромные здания эти мега церкви это дорогое предприятие обеспечивать вот этих жрецов которые которые живут чаще всего богаче нежели простые люди которые приходят на собрание и дают деньги в общем формат дорогой и все люди которые сидят на стульях они большей степени не развиваются духовно они в основном научаются живут от проповеди проповеди немножко там в церкви выполняют мелочные какие-то служения отворяет ворота тому привратники двери улыбаются там работа в церковной библиотеке а ширами расставляют стулья и подключают аппаратуру для прославления вот и это гипсует их и люди не развиваются каков же формат в церкви который иисус создал во времена своего земного служения иисус уже образовал церковь он уже начинал церковь и группа людей которые были его учениками и бы они были тем прототипом теме кто должен с нами стать той церкви которую он задумал и заметьте иисус он им имея кошелек отца и не бога небесного он не построил ни одного храма он не снял ни одного огромного такого огромной аудитории и не создал мега церковь хотя во времена иисуса был храм иерусалимский там были богослужения были синагоги в которой тоже был такой определенный богослужебнический ну как бы формат но иисус намеренно не покупал зданий и не устраивал церковь храме и церковь синагоги это очень важно понимать иисус ходил в храм но чтобы нести евангелие чтобы приобретать учеников иисус благовествовал храме используя храм иисус благовествовал и в синагоге и учил то есть занимался миссионерской деятельностью синагогах но церковь иисуса не базировалась синагоги и храм церковь иисуса базировалась просто в горнице просто дома когда он ученикам наедине дома возлежал с ними они кушали вместе и он их учил он их наставлял и у них там были дружеские взаимоотношения формат иисусовой церкви это был формат горницы простого небольшого домашнего собрания где каждый мог задать вопрос где каждый мог задвинуть какую-то тему где каждый мог назидать друг друга к этому иисус пытался этому иисус пытался научить вот этих вот апостолов которых которых он и избрал они кушали вместе в простой обстановке это были не богослужения это были христианские встречи то есть церковь практиковала встречи дружеские встречи совместную трапезу и стремилась ко взаимному взаимному назиданию церковный формат не был форматом конференции где кафедра где сцена где стулья какие-то люди там просто в лучшем случае улыбается друг другу повернись направо скажи люблю тебя налево повернись нет они дружили вместе у них были взаимоотношения иисус сказал что нет больше любви если тут душу свою за положит за друга своего за ближнего своего год вы друзья мне исполнять и заповеди мои и он учил людей дружить то есть церковь это были дружеские встречи когда собирались друзья вообще для взаимного назидания и общения и когда иисус перед своим распятием забрал учеников важнейшие слова он тоже сказал в горнице возлежав последний ужин последние вечеря было как раз и тоже в горнице простой обстановка кучу иисус повторюсь еще раз евангелие и миссионерскую деятельность приобретению учеников и судил в синагогах и в храме и на улицах и у моря и публично но церковь базировалась небольшой группой в горнице в горнице иисус в горнице сказал важные вещи потом был распят и воскрес из мертвых и когда иисус воскрес ученики тоже находились в горнице в заперти находились вместе иисус явился и тоже говорил важнейшие слова и так церковь до распятия и после распятия базируется в горнице после распятия как раз и образовалась церковь когда они увидели иисуса и родились свыше он сказал примите духа святого и они приняли уверовав воскресшего вот и дальше в деяниях 1 главе иисус в течение 40 дней до вознесения свой является ученикам в церковь и где церковь базируется она базируется в горнице повторюсь еще раз иисус намеренно не построил ни одного конференц-зала ни одного здания для церкви храма церковно он не построил потому что он не считал нужным расходовать деньги деньги в эту 100 в эту сторону это пустая трата денег считал и иисус иисус через 40 дней учил учеников в горнице и там тоже они вместе кушали написано в деянии когда он собрал их он повелел им не отлучилась иерусалима и в греческом собрал означает когда он кушал вместе с когда он кушал соль то есть сотропезничал вместе с ними и он по воскресенье тоже кушал с учениками в церкви они кушали как не кощунственно это звучит во время самого собрания они кушали и могли молиться и могли общаться и важнейшие вещи иисус говорил простой обстановке когда все вместе кушали и потом иисус вознесся в ней в небо и церковь осталась в горнице и многие-многие братья их сначала было человек около 20 и многие братья услышав что там собрание и они пришли туда их стало около 120 в горнице уже горница практически их эта комната не помещала и они там принимали церковные решения уже как церковь экклесия народное собрание обладаемая властью это слово означает и они выбирают там апостола и один был вместо юлиса причислен к апостолами и дальше в день а второй главе церковь остается в горнице в простом формате формате взаимного назиданий и на них сходит дух святой на эти 120 человек заметьте иисус не стал старшего лидера не оставил самого главного апостола просто спрашивает кто из нас старший кто из нас главный он и он не сказал это были братья он учил вы все равны даже вот вы апостолы вы не выше всех остальных братьев потому что все живы братья то есть не было иерархичности высокомерия в церкви а при различные функции различные амплуа и были апостол 12 апостолов которые было свое служение апостолов но они не были выше остальных вот я из и они среди них не было не было главного самого старшего вот таким образом потому что если сказал кто церкви не послушает тот тебе я язычник и мытарь и высочайшая инстанция в церкви под главой христом это церковь даже группа апостолов должна подчиняться всей церкви всему собранию иисус создал церковь а не апостолов и церковь церковь вот это то что иисус создал и денег второй главе в горницу в простой формат сходит дух святой они заговорили на языках и множество людей стеклось к дому послушать как это они так чудно говорят на каких-то языках и петр проповедуют слова и 3000 уверовала и вот тут настало время создать купить здание создать большую снять конференцию аудиторию но нет же они идут не по современному конфессиональному пути как начинается все с маленькой домашнего собрания и потом разрастается и все надо покупать здание стяжать деньги на здание давайте собирать деньги на здание арендовать здание купить дорогую аппаратуру поднять зарплату пастору и люди всю эту 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 ношу несут а вот всю свою жизнь нет же они 3000 уверовал они начинают собираться по многим уже дома ни одна горница а множество горниц где апостола начинают двигаться и просто учить передавать учение христова чтобы люди которые слушают возросли быстрее по многим домам они что делали собирались и опять же там же по домам принимали пищу простоте веселья сердца и пребывали в молитвах учений в общении в дружеском пребывали в веселье и смотреть и простоте сердца это не было богослужения на боже такой религиозные это были простые радостные такие встречи для назидания как раз таки и когда иисус в горнице когда еще учил иисус не практиковал односпикерный формат не говорил микрофон вы вопросы не задавайте я сейчас говорю иисуса могли перебить спросить что-то фарисеи подходили к нему задавали вопросы иисус ввел беседы как раз таки не проповедь такую запланированную когда его нельзя было перебить а беседы он отвечал на вопросы то же самое практиковали апостола потому что это божий замысел взращивать формат взаимного назидания взаимного участия не просто сети в темноте масса на стульях и кто-то нас еще за освещенной сцене за кафедрой кто-то вещает микрофон в одну только сторону это неправильный формат это совершенно не библейский формат в определенном смысле односпикерный формат допустим на начальном этапе когда вот апостолы приходили в какой-то город когда пётр проповедовал вот этим людям которые где второй главе которые услышали вот эти языки это тоже как бы односпикерный формат но это те насмехались вопросы давали да вы надо пьяные вы чем вы напились нет мы не напились то есть это было тоже беседа они просто в рупор кто-то говорил без возможности остальным задать вопрос и на начальном этапе допустим односпикерный формат когда масса еще людей они не уверовали пока и только уверовали но пока не знают начатков учения христова даже их кто-то обучает какая-то группа апостолов учителя обучает и вот здесь в определенном смысле может быть чаще вот эти больше слушает другие там говорят хотя и слушающие могли задавать задавать вопросы но задача быстрее задача бога для нас чтобы церковь возросла чтобы все могли участвовать в служении каждый мог служить каким-то каким-то образом и петр об этом четко пишет служите друг другу каждый каждый тем даром который каждый получил по многоразличной благодати божией это слово дар как раз таки харизма греческое слово означает нам за эти сверхъестественное дарование то есть все мы получили сверхъестественное дарование кто-то апостол кто-то учитель это пророчество куда истолковать языки кто-то диакон кто-то кто-то увещеватель и так далее у всех есть дар у каждого из да и каждый должен реализоваться и каждый должен служить то есть формат встречи это формат взаимного назидания формат церкви это церковь где небольшая группа может практиковать взаимное назидание если нас 200 человек кто как практиковать взаимное назидание их было самое максимум 120 в горнице дух сошел и все во многим домам многим стали собираться потому что больше большой численностью тяжело практиковать именно взаимное назидание а написано будем стремиться к миру и к взаимному назиданию в евреях написано что не оставляйте собрания своего но никто не считает дальше как есть некоторых обычаи не будем оставлять но будем увещевать друг друга не просто мы приходить чтобы нас кто-то увещевал увещевать друг друга практиковать взаимное увещевание и тем больше это будем делать тем чем ближе приусматриваем приближение дня оного пришествия господа это было так в первом веке сегодня у нас другие реалии мы поменяли нет чем ближе к последнему дню тем больше нужно практиковать формат взаимного назидание поэтому павел четко пишет в коринфянам он говорит 14 главе о том как собиралась первая церковь и в этом не увидите вообще одна спикерный формат где лидер барин какой-то пузатый дядечка который обеспечиваем себе вучит там все всю эту жизнь нет собирает судить для взаимного назидания и так братья когда вы сходитесь и у каждого из вас есть у кого псалом у кого откровение у кого получение у кого язык у кого истолкование все сие да будет к назиданию то есть люди собирались и все служили каждый действовал более того в будущих роликах я возможно об этом расскажу но при свитере то есть пастыри прицелить церкви занимали пассивную позицию в этом взаимном служении когда люди служили они были как судьи в футболе который такая такая теневая сторона они могли вмешаться когда тут кто-то одеяло на себя тянет или в другую сторону уносит они могли дать свисток подожди стоит давайте ребята не отдаляться давайте для назидания дайте в духе и поднимались люди и церковь они вот на как собирались и человек стал там иначе просто все понимали что мы приходим в церковь и мы должны служить мы добрые домостроитель служите друг другу каждый тем даром который каждый получил как добрый домостроитель в греческом домоправители многоразличной благодати божией и человек приходил он поняла я домоправитель я должен править в своем даре действовать своем даре и сидят люди они покушали помолились начали кушать и раз у него побуждение братья и сестры давайте помолимся начал молитву потом перешел в пророчество потом стала сестра сказал фразу на языках другая сестра из истолковала потом брат поделился откровение потом еще брат пророчествовал потом еще кто-то учил немножко кто-то добавил каким-то образом потом кто-то опять вознес молитву потом кто-то была такая пауза и кто-то раз затянул песню о господи все подхватили кушали потом вместе потом дорогие давайте о господи воспомянем просто в простоте безнабожности религиозной чванливости поделили хлеб тела господня выпили чашу потом покушали обратно еще помолились помолились за исцеление потом кто-то опять пророчествовал и вот так они действовали такой микс был духа никакого плана никакого прописанного плана наполненные духом двигались по водительству духа не по церковным сценариям и павел пишет об этом собрании он говорит вы все один за другим смотрите один каждый все один за можете пророчествовать он пишет что когда войдет церковь какой-то неверующий и все пророчествуют все заметьте или все там могут говорить язык языками нужно еще истолковывать там павел говорит он говорит вы должны все 10 вам что порядок был потому что если от другому и сидящих будет откровение то первый молчи человек может кто-то принести домашнюю заготовку что приготовить собрание вот какое-то откровение кто-то у него ничего не было но просто был сидящий и пришло откровение ему спонтанно тоже может поделиться будем стрелиться к взаимному назидание будем вещать друг друга будем служить каждый друг другу тем даром который получил в церковь была одна в городе но базировалась по многим-многим домам то что сегодня в конфессиональных церквях называют домашка хуис домашку вопись домашка это не то это не церковь домашка это такая структура которая не обладает властью самоуправления но церкви по домам это были самостоятельные общины в которых были были пресвитеры община там 40 человек допустим доме были там пару пресвитеров из которых не было какого-то главного и там люди принимали какие-то решения иисус говорит что если братца грешил скажи церкви но какой церкви сказать всей сейерусалимской в 40 тысяч там или вся вы все там коринской там тоже в несколько десятков тысяч да нет вообще вот этой церкви в доме которая не просто домашка ячейках называют лишая властью на ячейках разбирает воскресную проповедь пасыр там люди собираются чай попить но они властью не обладает самое главное у них украдено но кто церкви не послушает тут тебе язычник и мытарь то есть экклесия народное собрание в доме обладала властью самоуправления и собирались по многим-многим домам учители и апостолы могли путешествовать быть там и там периодически по важным вопросам церковь могла иногда очень редко собираться вместе каким-то образом чтобы решить какой-то вопрос как где они в пятнадцатой главе когда решали обрезаться не обрезаться для спасения но в основном базилась по многим домам могли ли они построить здание могли были ли деньги были деньги будущем возможно затрону эту тему о деньгах к для чего не собирались куда расходовались но но не построили здание практиковали простой дешевый формат дешево кстати дома есть куда есть дом большой можно было собраться не надо денег лишних платить не надо обеспечивать там какого-то единого там спикеров всем каждый пришел принес от духа благодать и подействовал в духе все наелись на поназидали друг друга тебя наставляли ты наставлял каждый как каринтах написано приносил твою пищу собираясь на вечере друг друга ждите написано они собираюсь кушать на ужин церковь на ужин тоже дома собирались и ждите друг друга как им как можно ждать всех на собрание церкви если вас 800 человек 600 человек как можно знать что кого-то нет понятно что не собираюсь там 20 30 40 человек и понимали сейчас вася антона нету и они ждали ну как бы что те вот вот сейчас придут что вместе начать трапезы написано что каждый приносил свою пищу каждый принесет по чуть-чуть принесли собрались это в доме в любом месте в катакомбах там на даче в лесу без разницы главное что просто идет что близко и удобно принесли покушать каждый поделили это что покушали помолились и начали действовать духе святом и потом опять покушали в чем проблема это очень дешевый формат который взращивает служителей они делают зомбированных адептов и одну звезду на небосводе церкви высшестоящего пастора и руководителя поэтому где бы мы не видели в новом завете павел приходил какой-либо город в горнице и там собрались в горнице в домашнем формате уже не в русалиме там по домам собирались в горнице но уже в языческих странах где была церковь горнице собирались не в специальных аудиториях а в горнице и павел там общались и кушали вместе и юноша упал там с от светильников заснул умер павел воскресил его вот это сила и чудеса были в простом дешевом формате формате взаимном наседании и павел там беседовал написано что не означает он проповедовал микрофон беседа означает беседа диалог буквально разговор диалог односпикерный формат как бы частичный возможен как я говорил в начальном моменте евангелизации миссионерской деятельности павел пришел в фс и в фс и проповедовал в синагоге апостолы шли в синагогу но тоже по примеру иисуса в синагогах церквей не устраивали они несли евангелие в синагогах как и в храме в иерусалимском евангелие несли в храме и и в иерусалиме апостола несли в израиле в синагогах на евангелие вот даже в храме в иерусалимском храме верующие собирались в притворе соломоновым вот в такой такой галереи где где не собирались группа и это не было как бы собранием церкви как таковым вот именно церковь по евангелизационным действием когда приторий соломонов мог любой человек возвысить голос и бы там были народные проповедники и чему-то учить поднимать какую-то тему люди могли стоять слушать там перебивать задавать вопросы такая была практика могли просто общаться индивидуально вдвоем троем это там это они общение происходило личное общение лишь личная дружба и христианские проповедники братья они что-то говорили остальные же люди не там не верующие люди могли прислушиваться могли присоединиться и уверовать этого и евангелизационное собрание во первых и национал вторых в этом собрании обучались начаткам учения которые только уверовали вверх слушали они это все это был такой по сути может быть такой чуть-чуть похоже на 1 спикерный формат хотя там один и другой все могли участвовать так вот павел придя в фс как я сказал он проповедовал в синагоге там и его не приняли он стал проповед в училище некого тирана то есть это было училище какой-то философская реальная аудитория и он снял аудиторию или ему дали аудиторию бесплатно и вот там в аудитории он учил учеников один учил то приходить могли не верующий тоже слушать и вот этот 1 спикерный формат где павел учил на вот он как раз таки здесь отчасти поддерживается потому что здесь как раз так и было обучение только у веру их обучение и слушали евангелие еще не уверуешь так что все слышали жители асии а как бы вот а евангелие о господи вот и павел а там учил написано но он в гречном то диалеку май беседовал не он то есть вел беседу это не было 1 спикер на это кончат говорил и все а сами записывали это было беседа они задавали вопросы как как иисуса практиковал но потом написано погрешу я училась всенародно и по домам потом вот из этого училища тирана люди стали собираться в эфесе по многим многим домам историки говорят что несколько десятков тысяч церковь в эфесе достигала по многим 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 домам географически чтобы ближе было люди собирались церквями домашними собраниями из училища не у кого тирана как акта миссионерской деятельности как площадки миссионерской деятельности и обучение обучение только уверуешь образовались самостоятельные собрания где люди двигались во взаимном мощном назидание и дарах дарах святого духа в эфесе на 4 главе написано про служение апостолов евангелистов пророков учителей пастырь про одаренности которые господь дал такие одаренности но для чего эти люди нужны чтобы вечно наседать а бездумную толпу которая протирает штаны вот чтобы устроить большой большое шоу 1 спикерного формата вода религиозное богослужение очень дорогое нужно очень дорого купить костюмы для прославления отдать зарплату пастора и его жене снять эту аудиторию здания обеспечивать у нее уже купленное здание так далее вот это все дорого-дорого и как бы и вы выхлоп какой от люди которые не бенемей слушать всю свою жизнь 20 лет проповеди до чего там в эфесе нах написано пастыря для совершения святых на дело служения то есть их задача как можно быстрее взрастить совершить святых чтобы они начали служить дело служения служите друг другу каждый тем даром который получил давайте действовать задача хороших пресвитеров а учителей не самим всю жизнь рулить а чтобы быстрее взрастить людей чтобы просто смотреть радоваться как люди в дарах действуют хорошие пресвитеры в цирке это как-то львица которая ленивая лежит просто зевая такая дремлет вот а львята играются резвятся служат друг другу иногда на хвостиком их подправляет вот это вот хорошее собрание собрания взаимного назидания как футболе вообще футболе футбол красив комбинациям ударами голами но не судьей судья должен быть в стороне вмешиваться он должен так так вмешиваться чтобы чтобы игр игре было лучше так вот пресвитер это пассивные люди пастыри которые должны просто в собрании присматривать и в общем собрании вмешиваться когда не в ту сторону что-то что-то пошло но люди собираются и делают голые комбинации служат дарами духа святого да у пресвитера возможно еще побольше поподробнее это поговорю у них есть своя функция учить там новообращенных вот еще определенные моменты как они возложены но в контексте общего собрания их задача не занимать кафедру вообще который вообще не было в первой церкви них не было кафедры они кушали вместе возлежали вместе вот не было кафедры не было одежд колорадок ряс и тому подобное это бред вообще это лишняя трата денег и это гордыня возвышение одних над другими разделения на высоких и низких на избранных и на толпу задача их было не занимать эфира задача взрослить быстрее чтобы все служили все действовали в дарах духа святого занимая пассивную функцию где бы в новом за эти не читали церковь в горнице по домам базировалась когда петра должны были утром убивать где церковь собралась молиться в доме марии у нее был большой дом и было доступ были служанки служанка рода пошла открыла двери там церковь молилась в доме была территория была возможность где где молиться это было дешево это было бесплатно и он пишет я пишу гай странно примет свой и всей церкви церковь у гая дома собиралась вот это выражение филимону пишут домашней там твоей церкви нимфана приветствуйте домашнюю церковь это не то что домашка это ячейка как сегодня в церкви это домашка ячейка там лидер ячейки нет это база церкви церковь которая буквально домашняя церковь это церковь которая в доме это база церковь это основа церкви домашняя церковь дома собираешься в простом формате почему дома потому что в простом формате в формате дружеских встреч когда друзья встречаются дома в простом формате вот таким образом поэтому сегодня кафедральные собрания 1 спикерный формат это совершенно не то это расходно и опять же это атрофирует одних и возвышает других. Нужно возвратиться к новозаветному формату. Я еще, даст Бог, буду продолжать говорить о образце новозаветной церкви. И Иисус сказал, я создам церковь мою. Мы не имеем права сегодня делать гибрид какой-то и менять Иисусово устроение. Время возвратиться к библейским истокам, к библейским моментам, к библейским началам, к тому, что Иисус задумал, сделал и доосуществил, доделал через апостола. Время изучать библию. Христос воскрес для нашего оправдания. Пишите ваши комментарии. Кстати, кто в Москве и области, добро пожаловать в церковь для взаимного назидания. Пишите мне, в общем, встретимся, приходите, действуйте, раскрывайте свои одаренности, служите. Всех ждем. Пусть по всем городам будет много-много церквей, в каждом городе много-много домашних-домашних собраний. Всех благословений. Христос воскрес для нашего оправдания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин